Поговорим с российским публицистом Андреем Пионтковским. Андрей Андреевич, добрый вечер, как вы нас слышите? Добрый вечер, Алексей. Прекрасно слышу вас. Давайте вот более подробно вот эту информацию от украинской разведки о том, что в Кремле может готовиться вот этот какой-то переворот, и якобы наследником, следующим президентом Российской Федерации может стать Бортников. Насколько это вообще вероятно? И действительно ли Бортников та фигура, которая, ну, во-первых, может управлять Российской Федерацией, во-вторых, с которой можно будет найти какой-то диалог? Ну, что бесспорно в этой информации, то, что ФСБ и кадыровцы ненавидят друг друга. Это точно. Борьба между... Они, ФСБ, ненавидят такой степени, что они после убийства Немцова пытались арестовать ведущих кадыровцев, ближайших кадыров людей, не потому, что они так переживали за Немцова, а потому, что их не устраивала вот та фактическая автономия кадыровской Чечни в России. Ну и второй важный момент, действительно. На ФСБ обрушились репрессии со стороны верховного правителя. Целый отдел по существу арестован, тот, который был ответственен за Украину, и из них сделали козла отпущения. Вот за провал операции «Брисклик» неправильно информировали руководства. Так что определенное напряжение между ФСБ и Путиным, возможно, и руководителем ФСБ, оно существует. Но я бы не стал делать такие смелые выводы о том, что Бортниковым готовят некий переворот. Переворот. Переворот, да, и с чем еще бы я согласился, что, в принципе, если Путин будет отстранен от власти, то это и не в результате широкого демократического движения, и не в результате давления так называемых олигархов, они не имеют никаких ресурсов, а в результате заговора силовиков. Я вообще считал более вероятным заговор военных, потому что известно, что военные были против этой операции полномасштабной войны. Мы же помните, перед началом многие известные авторитетные отставники Генштаба очень четко и резко высказывались против этой авантюры. Явно они отражали мнение их коллег на действующей службе. Поэтому военные были с самого начала скептически настроены, и сейчас они могли бы предъявлять Путину обвинение, типа мы же вас предупреждали, Владимир Владимирович. Но, вы знаете, мне кажется, что все-таки Путину удалось сконсолидировать настроение верхушки. Вот те переговоры, которые идут, в которых обсуждается, например, такой серьезный вариант фактического отступления, как отвод российских войск на линии 22 февраля, они начались как раз на пике неудач на фронте и растущего разочарования внутри самого бункера. Но с тех пор, мне кажется, Путин овладел ситуацией. Главное, что телевизор ведь решает все в России политически. Телевизионная картинка осталась ему верна. Только одна девушка, мы знаем, выступила с протестом. Пока телевизор, а телевизор с утройной, с удесятеленной энергией. Вы не представляете, что там творится. Вот это абсолютно фашизоидная пропаганда героической войны беспрерывно. То есть общественным мнением он овладел. И второе, ну а что же ему бояться? Каждый день, каждое утро Байден, Столтенберг и другие начинается перечисление, чего они ни в коем случае не будут делать. Мы не будем воевать в Украине, мы не введем новую фрайзон, и мы даже не готовы продать самолеты МИГ и С-300 в Украине. Но это все вдохновляет Путина. Он понял, что классическим военным столкновением он проигрывает. И мое ощущение, такое очень тревожное, последних двух дней, это и его безумная речь на сборище в Москве, это и ужесточение позиции переговорщиков, это и демонстративное использование гиперзвуховых ракет, хотя, собственно, никакой надобности в них не было, именно в них и другие ракеты могут доставлять. Это и показывает, что Путин готов пойти в эту ситуацию по тотальной эскалации. То есть дистанционная тотальная война, это вариант Грозного, вариант Алеппо, и уже мы имеем вариант Мариуполя. Вот у меня складывается такое ощущение скорее. Продолжение следует...